Декабрину Пушкарёву знают на Сахалине практически все. Фронтовик, общественный деятель и человек с большой буквы. Когда Советский Союз объявил войну Японии, 19-летняя девушка работала трактористкой в Александровске-Сахалинском. Перед войной закончила курсы медсестёр, поэтому подлежала призыву в действующую армию. Их было трое – выпускников курсов, попавших в один полк. До победы дожила только она. Помню, как сейчас в глазах жена Вани Кожельников бежала за машиной и плакала, кричала, как будто знала, что он не вернётся домой. И он действительно не вернулся домой. 3 сентября, в день победы над Японией, когда уже, считай, закончилась война, они в этот день погибли. Декабрина Михайловна оказывала первую помощь раненым и вывозила их в госпиталь. Рассказывает, как однажды их повозку обстрелял японский снайпер. К счастью, не попал. Вражеского стрелка пулей снял с дерева сопровождающий красноармеец. Скольким спасла жизнь, она не знает. Но это десятки бойцов. По меткому выражению маршала Жукова Георгия Константинцева, войну выиграли ранеными. Не с помощью раненых, а войну выиграли ранеными. 75% – думайтесь – бойцов раненых и кондужных было возвращено в строй. После войны Декабрина Пушкарева участвовала в ликвидации последствий разрушительного цунами в Северокурильске. В память навсегда врезались страшные картины, как погибших людей сотнями вывозили хоронить. А те, кто спаслись, потом впадали в панику при малейших толчках земной коры. Она выступает часто в школах, никогда не отказывает. Поэтому, несмотря на преклонный возраст, я еще раз повторюсь, Декабрина Михайловна остается в строю. Недавно Сахалинское отделение ветеранов России выпустило книгу, посвященную этой женщине. В издание вошли факты из биографии, фотографии, сделанные в разные годы. На память медсестре Декабрине. Евгений Коньков, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ.